Что такое тканевой гипотиреоз? Какие показатели антител к ТПО-нормам? Упрощая, у нас есть щитовидная железа. Эта щитовидная железа делает какое-то количество гормонов. Самый частый гормон это Т4. Но он не самый мощный, не самый сильный. Вы можете его посмотреть в анализе крови. Если вы делаете тироидные панели, то панель Т4 свободна. И он, как правило, смещается в границе нормы. Оно может быть ближе к нижней границе, может быть ближе к верхней границе. Следующий гормон щитовидной железы называется Т3. Т3, его не так много, но Т4 идет в ткани. И там из Т4 есть специальный фермент диоденаза. Который берет, что такое Т4? Почему его называют Т4? Это такая белковая болванка и 4 атома йода прикреплены на эту белковую болванку. А что делает диоденаза? Это фермент, в сустав которого входит селен. Этот фермент подходит к Т4 и отрывает у него один йод. И получается Т3. И вот когда получился Т3, это очень активный гормон щитовидной железы. Образуется он уже в тканях. И каждая ткань, она либо имеет правильные диоденазы, потому что диоденазы бывают еще неправильные, либо не имеет диоденаз, потому что вы селен не кушаете, либо имеет неправильные диоденазы, потому что вы или голодаете, или в стрессе, или вы полное, извините. Или мало ли какие проблемы. Это очень большая тема. Я сейчас очень сильно упрощаю. И в ответ на это, так как зачем нам гормоны щитовидной железы? Для того, чтобы каждая наша клеточка брала пищу и под воздействием гормонов щитовидной железы могла, имела право, имела возможность сжечь эту пищу с образованием энергии. И чтобы каждая клеточка была богатая, потому что энергия нужна на все. Вот вам нужно проснуться энергия, приготовить кушать энергия, пойти на работу энергии. Точно так же нашим клеточкам на все нужна энергия. Сделать инсулин, прибраться внутри и так далее. Так вот, этот Т3, он на самом деле для того, чтобы в клетке была энергия. Так вот, так как это очень важно, то есть еще в голове у нас гипофиз. Это маленькая такая железа внутренней секреции, которая делает терротропный гормон. Это гормон-плеточка, который умеет делать так. Плеточку выпустил, говорит, а ну-ка, работай щитовидная железа. Кому сказала, работай? Когда он это делает? Когда щитовидная железа делает мало Т4. Или когда в тканях образуется мало Т3. Когда ткани говорят, да ёлы-моталы. Да что ж она ест, а мы вынуждены из этой еды делать жир. Она ест, а мы из еды делаем жир. А нам энергия нужна. Дайте нам еще больше Т4, чтобы мы могли сделать из Т4-Т3. Вот примерно так. И когда так получается, то терротропный гормон растет. Больше гормонов-плеточек. Это я вам описала ситуацию, когда ТТГ высокий, а Т3-Т4 как бы низкий. Это не тканевой гипотиреоз, это субклинический гипотиреоз. Точнее, Т3-Т4 нормальный, это субклинический гипотиреоз. А если Т3-Т4 уже низкий, то это уже клинический гипотиреоз. А тканевой гипотиреоз что такое? А тканевой гипотиреоз, это когда вроде Т4 есть, и он нормальный. А Т3 мало. Или Т3 есть, и достаточное количество, но Т3 неправильный, нерабочий, перекрученный, неправильная конфигурация. или реверсивный его еще называют.